Игрушка будет петухом, традиционная игрушка петух с хвостом, Петух тоже игрушка, но это уже не молодая, я вам рассказала про молодую игрушку, которая относительно молодая, которая с прошлого века. В принципе, солдат старинная игрушка, барин тоже очень древний символ, их вылепили во всех промыслах, а вот там в соединении, это считается, сюжет, относительно молодая. А петух, это игрушка довольно-таки старая, пирожка наша деревенская, из деревни Филимонова, так что сюжеты, они все практически деревенские. Значит, петух с птичьего двора, есть еще удочка, и идет курица, наседка. Петух более красивый, особенно в росписи, когда он с хвостом. Это вот такая у нас заготовка петуха. Вот значит, это ножка, хвостик и сама шея, выдвинутая, ну, такая же традиционная. Шея, вот ушей, на линии. Сейчас мы ее поставим, вот у которого. Руки работают, одна рука, вторая, но основной рабочий у нас на руке, и вот небольшой палец. Он сглаживает. Вот такой вот, друзья. Вот уже у нас такая вот заготовочка на ножке получилась. Ножку трогать мы будем. Сейчас будем вытягивать шею. Шею вытягиваем, не раскатываем ничего, а именно опять такими же движениями, которые вытягивали и Таню, и у солдата Таню. Теперь будем вытягивать шею петуха. Тянуть можно до бесконечности. Животные у нас жирафы, злины мишень, петухи тоже. Не знаю, на кого-то жиравлей похоже. В общем, здесь не петуши легко. Тянуть можно до бесконечности. Здесь глина держит форму. Поэтому получается приношение. Точно так же всё это я всё время леплю и удивляюсь. Поэтому, ну хоть же так, всё так просто. Здесь шея, здесь вот хвост, здесь подставочка. В принципе, все эти мастерства, они точно не годами, веками. А это мы просто так лепили. Тыжнюю назад непонятное. Как соображали. Ну и пришли же к томушку сглаживать, а не мять. Она всё готова. Взяли и дарили наши коллеги. Учитесь. Учите других. Чтоб не пропало мастерство. Ездишь по семинарам, другим промыслам так сложно. Они по раскупкам. Не знают как лепить, не знают принципы лепки. Всё это огромный труд, чтобы как-то возродить всё. А вот нашему промыслу повезло, возрождать не надо. Вот прабабушка моя передала своим детям. По мне вообще повезло. Мне две бабушки любили. И по отцовскому. И по маме они мне. И мама у меня мастерница. И сына у меня мастер. Это уже радость. Петух. Петух. Удивительная игрушка, конечно. Конечно, хвост плоский, шеребный на подстатке, красивый, статный. Клювик вытекаем чуть-чуть, небольшой. Гребень обязательно сделаем, чтобы не петок вам похож был. Так, вот такая у нас и есть палочка, где она называется «печушка», как маленькая птичка. Вот у нас уже сделана почти шелковая головушка, масляная головушка, наверное. Шелковая головушка, сейчас будет обязательно гребен. Настоящий лапиток. Маленький кусочек возьмем. Капелька, такая манюшенькая. Гребенькая капелька. Вот сюда поклювик. Хорошо примажем. Вот и бородушка появилась. Все трещинки запасать. Поправить шею, чтобы такой гордый петок у нас был. Хозяин курильника. Печушка сделала глазки. Ну, и еще одна петушка. Готово. Сушки. Ну, и еще одна петушка.